В 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения, специальное учреждение организации объединенных наций, в которую вошли члены более чем 200 государств мира. Основной задачей Всемирной организации здравоохранения является решение международных проблем, связанных с охранением здоровья нации, планеты. Ежегодно и повсеместно 7 апреля проводится Всемирный день здоровья. Давай поговорим. Под таким лозунгом Всемирная организация здравоохранения решила провести Всемирный день здоровья в 2017 году и сделать темой оказание помощи людям, страдающим депрессивным состоянием. Невероятно, но по данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия и тревожные состояния наносят глобальной экономике ущерб в 1 триллион долларов. Люди, умеющие приспособиться к условиям жизни и разрешить жизненные проблемы, обычно оцениваются как психически здоровые. Если же эти способности ограничены и человек не справляется с повседневными задачами в личной, семейной жизни или на работе, когда он не в состоянии достичь личных целей, то речь может идти о той или иной степени психического расстройства. Вообще в последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости психическими расстройствами. Наблюдается этот рост во всем мире. Основными факторами риска возникновения психических расстройств являются, в первую очередь, биологические факторы, это особенности какие-то наследственные. В первую очередь, это медицинские проблемы, то есть соматические, как мы говорим, физические заболевания, которые могут вызвать формирование психического расстройства. И внешние вредности, в частности ухудшение экологической обстановки, которую мы тоже по всему миру, к сожалению, наблюдаем, влекут увеличение заболеваемости психическими расстройствами. То есть число людей, у которых зафиксированы психические расстройства, неуклонно во всем мире растет. Даже за последние годы, вот за период моей работы, можно отметить увеличение буквально, можно даже сказать, несколько раз. То есть, когда я начинал работать, то первичные пациенты к нам обращались, ну, может быть, в лучшем случае раз в неделю. В настоящее время мы практически ежедневно фиксируем новые обращения пациентов за психиатрической помощью по тем или иным причинам. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый человек в мире имеет психическое или поведенческое расстройство. Причины большинства психических расстройств изучены недостаточно. Как правило, это совокупность биологических, медицинских и внешних факторов. В первую очередь, имеет значение фактор наследственный. Для большинства психических расстройств характерна та или иная наследственная заинтересованность. То есть, в анамнезе мы обычно находим, если достаточно хорошо поискать, то обычно найдется указание, что кто-то из родственников этого пациента страдал психическим или страдает психическим расстройством. Очень много расстройств возникает вследствие злоупотребления, особенно в последнее время очень актуально, вследствие употребления психоактивных веществ. Как относительно традиционного алкоголя, так и наркотических веществ. Значит, к сожалению, с развитием цивилизации становятся доступны все более и более сильные наркотики, такие как героин, такие как, допустим, другие какие-то препараты, амфетамины, которые влекут, опять же, формирование характерных психических расстройств. Не только зависимости, но и других психических расстройств, при которых функционирование человека в обществе становится практически невозможным. Он толкает его на преступления, толкает его на какие-то противоправные другие действия. Я уж не говорю о том, что окружение этих людей, родные и близкие, очень страдают от того, что анекдонит такой человек. Имеется ряд признаков и симптомов, при появлении которых специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью. Каждый живой человек периодически ощущает грусть, подавленность, усталость, иногда отчаяние. Если эти явления продолжаются в течение длительного времени, в частности, более двух-трех недель, то рекомендуется обратиться к специалисту. Не всегда заболевание манифестируется, или первыми проявлениями заболевания являются вот такие выраженные расстройства. Чаще всего данное состояние проявляется утратой интересов, утратой удовольствия от ранее любимых занятий, утратой интересов к занятиям, которые раньше доставляли удовольствие, ощущением подавленности, снижением энергичности, повышенной утомляемостью, мыслями о собственной неполноценности, пессимистичным видением будущего. Это вот симптомы депрессии, которые, в общем-то, ну, нельзя назвать, да, прям болезненными. То есть это состояние, которое бывает почти у каждого человека. Но если это состояние продолжается более двух-трех недель, то рекомендуется обратиться к специалисту. Скорее всего, это признаки депрессивного расстройства. Как я уже сказал, эти состояния очень довольно хорошо лечатся. И в большинстве случаев удается добиться выздоровления или существенного улучшения. Наибольшее распространение в последнее время получили депрессивные расстройства. Это бич конца 20-го, начала 21-го века. Заболевание это известно давно. Гиппократ почти 2000 лет назад описывал первое депрессивное состояние. Он называл его меланхолией. По представлению древних греков, возникало оно от того, что в организме разливалась черная желчь и вызывало угнетенное состояние. В настоящее время распространенность депрессивных расстройств такова, что буквально через несколько лет, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, депрессивные расстройства будут на втором месте среди причин, вызвавших инвалидность во всем мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь нужно отметить, что, к счастью, депрессивные расстройства хорошо лечатся. И вот по данным некоторых авторов, примерно 70% людей, страдающих психическими расстройствами, депрессивными расстройствами, могут быть излечены. В части случаев депрессия может возникать повторно. То есть человек заболел, потом через какое-то время выздоровел, и через какое-то время опять заболевает. Но, к счастью, современные методы лечения, современные медикаментозные препараты позволяют добиться такого качества жизни пациента, при котором он сохраняет адаптацию в обществе, сохраняет работу, сохраняет семью, не совершает суицидальных действий, не теряет трудоспособность. Поэтому обращение за психиатрической помощью в случае возникновения депрессивных расстройств должно быть как можно более ранним. Современные средства лечения депрессивных расстройств постоянно совершенствуются и позволяют добиться выздоровления и значительного улучшения. В первую очередь это медикаментозное лечение, класс препаратов антидепрессантов. Антидепрессанты – это препараты, которые действуют не сразу. Поскольку при депрессии нарушается обмен, в первую очередь, некоторых биологически активных веществ в центральной нервной системе, на нормализацию этого обмена и, соответственно, улучшению состояния нужно время. И вот это время обычно занимает от недели до двух недель. Если антидепрессант не действует в течение двух, трех, четырех недель, то это значит, что в данном случае он неэффективен и нужно его менять на другое. Вот об этом тоже всегда нужно помнить, особенно людям, которые начинают лечение. Если на первые два-три дня человек не почувствовал значительного улучшения, это еще ни о чем не говорит. Если его не будет через две недели, через три, тогда уже нужно будет думать о том, чтобы менять препарат или как-то по-другому пытаться лечить человека. Антидепрессанты – это препараты, которые имеют, как и все другие препараты, имеют свои показания и противопоказания. Но поэтому ни в коем случае человек не должен сам себе назначать препарат. Даже врач, когда болеет, старается не лечиться самостоятельно. Обращается к коллегам. Почему? Потому что человек не может видеть себя со стороны. В данном случае применение антидепрессантов должно быть только по назначению врача. Все дозировки, режим приема, часы приема должен определять врач. Ни в коем случае нельзя, чтобы пациент занимался этим сам. Часто бывают случаи, когда пациент начинает лечение, чувствует улучшение и думает, что он уже выздоровел. Без согласования с врачом прекращает прием препаратов. Чаще всего наступает ухудшение состояния. Бывает даже так, что состояние становится хуже, чем было до лечения. Такие случаи, к сожалению, встречаются очень часто. Я своим пациентам всегда говорю, что даже если завтра или послезавтра тебе станет значительно лучше, если ты будешь чувствовать себя просто великолепно, абсолютно здоровым, это не значит, что можно прекращать прием. Пока врач не оценит состояние больного, нельзя прекращать прием препаратов, потому что состояние может ухудшиться. Считалось, что депрессивным расстройством больше страдают женщины, чем мужчины. Скорее всего, женщины чаще обращаются за помощью к специалистам, что и способствует такой статистике. Мужчины же пытаются самостоятельно справиться с возникшими проблемами путем употребления алкоголя или других психоактивных веществ. А вообще бытует мнение, что мужчина не должен раскисать. Он всегда должен быть сильным, собранным и совершать настоящие мужские поступки. Часто очень окружающие такому больному подкладывают большую свинью, говоря ему, ну что ты раскис, давай, возьми себя в руки, соберись. Ты же с этим всегда справлялся, почему сейчас ты не можешь? Таким образом они еще больше ухудшают состояние, потому что человек, он и сам понимает, что с ним что-то происходит. И вот такие заявления его еще больше убеждают мысли о том, что он действительно тряпка, что он не может справиться с какими-то жизненными обстоятельствами. И депрессия у него усиливается. То есть те механизмы, которые ее сформировали, усиливаются еще и внешними психологическими факторами. То есть он еще больше перестает верить в себя. Вернее, сначала он пытается приложить больше усилий, больше работать, больше сил прикладывать к работе. Естественно, ничего не получается. Но не из-за того, что он там какой-то не такой, а из-за того, что он болен. Такие разговоры в компании, особенно мужчин, они ни к чему хорошему тоже не приводят. Могут даже, наоборот, спровоцировать какие-то действия, аутоагрессивные действия, суицидальные попытки и что-нибудь в этом роли. Психотерапевтическое воздействие помогает пациентам лучше приспособиться к реальной жизни, повысить самооценку. Иногда оно улучшает профессиональный статус пациента или налаживает его семейные отношения. Борьба с депрессией и методами психотерапии нередко дает настолько положительный результат, что консервативная терапия уже и не требуется. Но при запущенных и хронических формах заболевания эффективнее будет совмещать медикаменты и визиты к специалисту. Бояться приходить к нам не надо. Многие люди стесняются даже заходить вообще в здание диспансера, даже если им нужно пройти медосмотр для получения водительского удостоверения, продления разрешения на оружие. Стесняются заходить, потому что их кто-то может увидеть входящими или выходящими отсюда и сделать выводы о их психической неполноценности. К сожалению, у нас дело обстоит так. Психическое расстройство это не приговор, а всего лишь такое же заболевание, как и все остальные. Что своевременное выявление и лечение, обращение пациента за психиатрической помощью может иметь в большинстве случаев ключевое значение для его будущего лечения. Для того, как закончится это лечение, с каким качеством выздоровеет этот пациент, насколько он будет здоров после лечения. Поэтому всем здоровья и долголетия. Что ж, на этом можно подвести итог. Депрессию, как и любую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Поэтому не стесняйтесь обращаться к специалистам. На этом можно было поставить большую жирную точку. Но, когда я готовила к эфиру этот материал на вопрос, подвержен ли он депрессии, один мой коллега сказал, депрессия, а что это? Депрессией, видимо, страдают люди, у которых слишком много свободного времени и которым просто нечем себя занять. Вот такая вот информация к размышлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова